Привет, друзья! Давайте теперь подведем итоги поездки в Бердянск. Ну, что сказать. Съездили хорошо, вопреки мнению, что там будет плохо, что там наших бьют. Никто там никого не притесняет. Там все свои, все друг друга любят, все друг с другом любятся. Значит, дорога. Дорога, оказывается, хорошая. Она, на самом деле, везде хорошая. В этом году полатали везде ямки. И даже то направление Артемовское, на которое плевались, теперь и туда можно ехать. Ну, мы поехали, конечно, немножечко вокруг всего. Объехали Красный Лиман, Доброполье. Ну, и не жалеем, в принципе. Ехать можно быстро. Ехали и в ту сторону так, и в эту. Нет, назад мы, правда, поехали немножечко, хотели по-другому. Так получилось. Наткнулись на яму. Поехали тем же маршрутом. В дороге блокпостов минимум. Ну, там, где они должны быть, они там и есть. Не проверяют особо, ни до чего не доколупаются. Едете свободно. ГАИ по дороге тоже нет. Один раз остановили. Здрасте, все в порядке. До свидания. В самом Бердянске гаишников не наблюдалось. Поэтому дорога без проблем. Жилье. Жилье валом. Жилье под каждым кустом. Вам сдадут даже туалет. Пожалуйста, живите. Причем назовут его суперномером люкс. До моря скажут да-да-да, близко. Ну, надо все смотреть самим. Жить вам. Вы выбирайте. Жилье на любой вкус. От 20 гривен за человека до бесконечности, наверное. Нет предела цен. Кот. Сля. Чист. Море. Очень спокойное и ласковое временами с волнами. Мы застали как раз тот период, пока и был штиль. И успели покупаться в волнах. Сейчас люди говорят там волнительно. Даже дождик был у кого-то. У кого-то не был, наверное. Вот. Хотели кота с собой взять. Кота с собой брать не надо. Я хотела брать с собой. Он там всех бычков повылавляет. Молодец. Коту пришлось поскучать здесь. Что делать? Ему с кошкой не скучно. В воде акул нет. Медуз нет. Никаких болячек не выявлено. Судя по всему, там бактериозный состав не такой, как у нас на водной. Как это сказать? Бактериологический. Мазок никому не делали, правда, после окупания. И анализы ни у кого не брали. Пять сто. Да, кот весит уже больше, чем кирпичина. Как он за наше отсутствие разъелся, непонятно. Вроде жил без еды. Да чё ж без еды. Съел кошку. Мама откормила кошку. Мест для досуга и для отдыха тоже лавом. Можно просто выйти, сесть на лавочку, сидеть, наблюдать за остальными. Можно пойти на берег городского пляжа, посмеяться, как там люди купаются. Рыжий кот, шерстяной вещь какой-то. Ну, кто-то просто квасит в отеле, не выходя оттуда. Есть же и такие люди. Я думаю, есть. Иди-ка, иди, мой хороший. Иди сюда, иди сюда. Не препятствуй, коту, идти ко мне. Иди-ка, иди, мой зайчик, иди, мой маленький. Мой хороший котик. Бюджет человека, который едет отдыхать, должен быть. Можно, конечно, приехать с палаткой. Можно в автобусе приехать с палаткой. Кстати, автоперевозчики возьмут с вас от 400 до 600 гривен за переезд в две стороны. Ну, в среднем, да, гривен 500, 600 выходит. Там 600 не было, 600-650. Ну, в зависимости от перевозчика. То есть, 300 гривен в одну сторону будет переезд на автобусе. Можно взять с собой палатку, поселиться прямо на берегу, где-то на косе. За жилье вы не платите, за переезд минимум заплатили. Ну, а там питаться уже, как получится. Корешки, вершки. Сейчас абрикосы растут. Та, прожить можно. Если взять с собой удочку, бычка можно поймать. Под куст ходи, листом подтирайся. Ну, в этом есть своя доля романтики. Приехать на 4 дня, 300 гривен затратить туда, 300 гривен обратно. Да, гривен 500 там потратить на какую-то еду. Это нормально. Лучше, конечно, снять комнату, в которой будут храниться ваши вещи, в которой вы можете искупнуться. Комфорт этой комнаты уже прямо зависит от вашего бюджета. Развлечения будут уже стоить дополнительных денег. Если вы собираетесь посещать аттракционы, готовьте, ну, такую вот кучку, если их в шарик скатать, деньги. Каждое посещение 50-60 гривен и выше. Лучше не было заснули. 50-60-40 на одного человека. На парашюте полетать, на каком-нибудь корабле скоростном прокатиться. Ну, там. Все терпимо, в принципе, да. Там колесо обозрения высокое. Вроде бы дорого, но один разочек прокатиться надо, потому как высота хорошая, видно весь город. Берите деньги. Берите с собой обязательно деньги. Вы их там оставите. Вас таких с деньгами там очень ждут. Ну, вот как-то так. Очень советуем пользоваться кремами для загара, от загара, защитными кремами, в общем. Иначе сгореть можно быстро, моментально. За три часа пребывания на солнышке в обед вы получите ожог и в дальнейшем уже не захотите загорать. Ну, как я в последний день. Нос облез. Хорошо, хоть уже все дооблезало, а то в пятнышках все так некрасиво. Как можно прокормить семью за минимальные деньги? Не знаю, за минимальные деньги. Самой готовить не рекомендую. Нет, ну, если хочется сохранить бюджет. В той гостинице, где жили мы, мы тратили 250 гривен на человека в сутки комплексный обед. Завтрак, обед и ужин. 250 гривен. Ну, многовато, конечно. Хотя самим готовить ничего не сходится. Видишь, многовато это нам на пятерых было. Едешь один, шутить о 250 гривен. Три раза поешься-то свежую, вкусную еду. Ну, насчет этого, да. В столовой по-домашнему люди травились, мы читали отзывы. В столовую чили мы зашли, мы показывали. Вкуса у еды никакого. Разнообразие есть, цены ниже. Но оно все безвкусное. Как резиновое все. Можно, конечно, набрать самим продуктов. Можно готовить. Ну, какой-то будет отдых. Я бы отдыхал, а она бы там где-то с кастрюлями варила борщи, супы, покрошку делала, салаты. Питание должно быть разнообразным. Дома сидите. Поэтому приходится либо тратиться, либо готовить самим. Тут у каждого свой выбор. Не стоит вестись на дешевые комплексные обеды. На побережье. На побережье, да. Много таких предлагают. 50 гривен комплексный обед. Это прямой путь куда-нибудь. На инфекционное отделение. Да, именно. Если хотите, чтобы ваш отдых не омрачился ничем и никак, либо питайтесь сами, либо переплачивайте в доверенных местах. Да. Да. Шаурму тоже есть, не надо. Ни в коем случае. Исходя из всего вышесказанного, мы можем рекомендовать Бердянск и друзьям, и врагам. И друзьям врагов, и врагам друзей. Все в Бердянск. Враги пусть в Милекино едут. Там вас ждет катер с бананом. Отличное развлечение. Ну, в Бердянск на косу стоит заехать, конечно. А в Милекино тоже есть коса. Какая-то. Беносарайская. Может, там уже не так плохо, как было раньше. Да, был опыт посещения Милекино. Пару раз. Отвратительно. До сих пор кошмарный сон. Хотя прошло уже 13 лет. Как-то быстро время летит. 13 лет. Все, Филечка, иди помашешь лапкой. Сюда, сюда. Там мой зайчик. Вот он. Скажи так, мой. Коточка. Кота, мой, кота. Помаши лапкой нашим зрителям. Пока. Пока. Подписывайтесь на канал. Вот вам мой кошачий канал. Не мучай, Фатан. Он же мой хороший, мой зайчик.